Мы с вами находимся на сайте торги GoFru. Это официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов. Итак, коллеги, что мы с вами здесь можем увидеть? Мы можем увидеть очень интересный интерфейс. Можем увидеть по значкам, а также можем увидеть его написанный. То есть, в принципе, что так, что так, это одно и то же. Нас с вами будут интересовать три секции. Это секция аренда, это секция продажи государственного и муниципального имущества, по-другому называется приватизация. И это секция аренда и продажа земельных участков. Давайте начнем с аренды. Заходим в секцию аренда. Далее, коллеги, нажимаем в процессе подачи заявок. Здесь что мы с вами видим? Страну размещения. То есть, если нажмем на книжечку, можем выбрать местоположение, но пока мы его не будем выбирать. Можем поставить галочку «Только для субъектов малого и среднего предпринимательства». Далее, расширенный поиск. И здесь мы можем увидеть форму торгов. Открытый аукцион, открытый конкурс. Далее, предмет торга, ежемесячный платеж, ежегодный платеж, платеж за право заключения договора и почасовой платеж. Также мы можем поставить галочку «Наличие фотографий». Также мы можем выбрать площадь объекта. Валюта в любом случае у нас рублей будут. И тип имущества. Тип имущества – это здание, земли, иное помещение, дебютошка за должность и другое. Теперь перейдем к секции продажи государственного и муниципального имущества, сокращенного приватизации. Нажимаем «Обязательно в процессе подачи заявок». Всегда слева нажимаем. Далее, коллеги, мы сразу можем выбрать тип имущества, если нажмем на книжечку. Как вы видите, здесь есть движимое имущество и недвижимое. Далее. Местоположение. Расширенный поиск. Спускаемся немножко вниз. Далее. Вид собственности. Федеральные. Субъекты и муниципальные. В принципе, здесь всегда выбираете «Все», потому что она всегда выбирает «Все». И нажимаем «Поиск». Далее, коллеги, заходим в секцию «Аренда». «Аренда и продажи земельных участков». Также слева нажимаем «В процессе подачи заявок». Далее. Расширенный поиск. Здесь мы с вами можем увидеть обременение. Без обременением, только с обременением. Далее. Предмет торга. Ежемесячный платеж. Ежегодный платеж. Платеж за право заключения договора. Цена земельного участка. Ежегодная арендная плата. Первоарендный платеж. Далее, что нас сейчас здесь будет интересовать. Извещение о проведении торгов. Извещение о приеме заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе. Всегда выбираем «Извещение о проведении торгов». Если мы выберем «Извещение о приеме заявлений», то в этом случае это будут лоты по 0 рублей, которые организатор торгов именно организовал для выявления спроса на участие. То есть всегда выбираем «Извещение о проведении торгов». Нажимаем «Поиск». И все активные лоты, которые есть в вашем регионе, либо по всей России, вам будут известны. Далее, коллеги, также что мы еще с вами можем здесь увидеть. У нас будет помимо торгов трех секций, нас еще будет интересовать законодательство. Нажимаем «Законодательство». Нас будут интересовать общие нормативные акты. Далее, передача прав владения пользования в отношении государственного муниципального имущества. Продажа государственного муниципального имущества. И аренда и продажа земельного участка. В каждой секции у нас будет своя законодательная база. Также, коллеги, хочу отметить, что регистрация на торги ГОФ не требуется. Ни регистрация в личный кабинет ничего не требуется. Это требуется только для организаторов торгов.